МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это воскресные новости. Добрый вечер. Как всегда, в это время на ТВК свободно, без цензуры, о том, что на самом деле произошло за эти 7 дней. У меня тут Илья Зайцев, и вот главная тема. Новая политическая реальность в России. Кандидаты президента отказываются от борьбы, Центр избирком признает вброс бюллетеней, а оппозиция выигрывает. Кто вы, новые депутаты горсовета? Расскажем, кто, вероятно, будет городским парламентом руководить и чего ждать от новых народных избранников. Разрешить, чтобы потом запретить, и снова разрешить. Порассуждаем о том, почему за последние 5 лет власть несколько раз принимала противоположные решения по парковке на мира. А также выборы прошли, можно и повысить. Минтранс начал изучать просьбу перевозчиков повысить тариф на проезд до 30 рублей. И мы начинаем. Новая политическая реальность. В этом выпуске значительную часть времени мы посвятим выборам, не в Красноярске. Но нам кажется, это важно, потому что на фоне протестных настроений населения пенсионные реформы, выборы, судя по всему, вновь становятся конкурентными. Явка выше, и сегодняшний день это доказывает. А результаты становятся непредсказуемыми. Даже поддержка президента теперь не гарантия победы. И это примета нового времени. Так, сегодня в России проходит второй тур выборов губернаторов двух регионов – Хабаровского края и Владимирской области. Напомню, там 9 сентября первые туры завершились неожиданными результатами. Кандидаты не набрали необходимых 50% голосов, потому были назначены перевыборы. Более того, в Хабаровском крае представитель партии власти и вовсе уступил своему сопернику из ЛДПР. За ходом голосования и за тем, как кандидаты готовились ко второму туру, сегодня наблюдала моя коллега Елизавета Курочкина, сейчас в студии. Лиза, что можно сказать к этой минуте? Есть ли уже первый результат? Илья, ну пока избирательные участки закрылись только в Хабаровском крае. Во Владимирской области выборы еще идут. Там сейчас по часовому поясу, по местному времени чуть больше 4 часов дня. Но по Дальневосточному региону есть уже промежуточные результаты. На самом деле они удивляют, потому что по официальным данным ЦИК после обработки 12% избирательных бюллетеней лидирует кандидат от ЛДПР Сергей Фургал. У него больше 66%. За ним с заметным отрывом единоросс Вячеслав Шпорт. У него почти 31%. Данные обновляются с каждой минутой, но тенденция, что лидирует либерал-демократ, сохраняется. Добавлю, председатель ЦИКа Лапамфилова уже заявила, что не исключает вероятности отмены выборов в Хабаровском крае. Еще хочу отметить, на втором туре явка избирателей по состоянию на 18.00 уже выше, чем в целом на первом туре. 43% против 36%. Давайте послушаем, как такую тенденцию объясняет эксперт. Многие не идут на первый тур, потому что считают, что все безнадежно. И это, кстати, одна из технологий, деморализация протестного избирателя, когда кто-то сознательно, кто-то по глупости ведет агитацию, что участвует в выборах бесполезно, и так далее. Когда вдруг выясняется, что второй тур все-таки состоится, моментально психологический фон меняется, этих, значит, блогеров, которые агитируют за бойкоты, уже никто не слушает, и явка растет. Тем не менее, волнует кандидатов, конечно же, не только явка, но и, логично, сам исход выборов. И в Хабаровском крае приложили для этого усилия. Вот, например, командир одной из воинских частей очень доходчиво проинструктировал своих солдат. Давайте послушаем. После такой пламенной речи солдаты действительно фотографировали, как сбрасывают в урно бюллетени, причем так, чтобы было видно, напротив чьей фамилии стоит галочка. При этом сам Шпорт обвиняет противника Фургала в нарушениях, незаконной агитации, подкупе избирателей и нарушении тайны выборов. Фургал обвиняет в ответ, хотя после первого тура они, казалось бы, подписали мирный договор, что называется. Фургалу предложили пост заместителя Шпорта, на что он согласился, тем не менее, позже сам же это назначение назвал провокацией. Так что история с договором и должностью замгубернатора, ну, по крайней мере, точно не очень понятно. Илья. Да, судя по всему, Лиза Шпорту предложит, надо будет предлагать какую-то должность, потому что, пока вы говорили, 35% бюллетеней обработаны к этой минуте, и кандидат от ЛДПР действительно лидирует. Его результат в районе 68%. Кандидат от Единой России Вячеслав Шпорт набирает чуть менее 30%, причем по данным последних опросов, это экзит-полы, это ответы на выходе из избирательных участков. Кандидат от ЛДПР и вовсе может набрать 72%, а ЦИК уже заявил, что оснований для отмены результатов нет. А что известно по Владимирской области, где голосование еще идет? Ну, там, кстати, тоже основная борьба развернулась между Единороссом и Либерал-демократом, но там, конечно, никаких данных еще нет, только примерные данные по явке избирателей. Итак, по состоянию на 15 часов процент проголосовавших составляет чуть больше 26,5%. За аналогичный период первого тура явка была ниже почти 23%. После несостоявшегося первого тура главный конкурент для партии власти Владимир Сипягин от ЛДПР получил предложение занять пост вице-спикера местного законодательного собрания. Дал несколько интервью, активно общался с жителями. А вот в Рио губернатора Светлана Орлова, кандидат от «Единой России» после неожиданного поражения записала видеообращение, в котором попросила у жителей поддержки. Давайте послушаем. Скажу честно, не ожидала, что первый тур пройдет так, как он прошел. И, конечно же, переживаю. Последние дни постоянно задаю себе вопрос. Вроде бы старалась. И результаты есть. Так почему же не удалось достучаться до многих из вас. И знаете, что отвечаю себе? Значит, что-то сама сделала не так. Дорогие мои, хочу, чтобы вы меня услышали. И скажу вам прямо, сегодня я прошу вашей поддержки. Потому что доверие людей это главное. и я это очень четко поняла. Спасибо вам. Эксперты называют Орлову раздражителем для населения области и поэтому строят прогнозы о ее проигрыше. Пока выводы, конечно, делать рано, выборы еще идут. Тем не менее, вся эта история со вторыми турами сразу в нескольких регионах неожиданна для страны, где выборная система в последнее время для избирателей стала максимально предсказуемой. Но все же предсказуема она не везде. И давайте послушаем, почему. Есть регионы, где все-таки эти политические партии КПРФ обладают очень серьезным потенциалом, потому что у нас политика основана на идеологии, которую поддерживает очень большое количество избирателей. И как бы сами они, конечно, слабые и продажные, но руководители но если там где-то найдутся люди дееспособные в каких-то регионах, то вполне эта вся история будет повторяться. Ну а пока в Хабаровском крае бюллетени продолжают обрабатывать, во Владимирской области выборы еще идут, поэтому мы будем следить за развитием событий. Илья, и новая информация уже в 23.00. Да, спасибо большое. Это была Елизавета Корочкин на самой последней информации о ходе и почетах голосов в Хабаровском крае и явке во Владимирской области. Там сегодня второй тур выборов губернатора. Второй тур выборов должен был пройти сегодня и в Хакасии, но не случилось. Буквально за сутки действующий глава Виктор Зимин отказался от участия в голосовании. В качестве причины он указал по состоянию здоровья. При этом последние две недели он активно встречался с избирателями, а в пятницу днем участвовал в дебатах со своим оппонентом от КПРФ Валентином Коноваловым. И спустя всего несколько часов неожиданно подал в избирком заявление о снятии своей кандидатуры. Сделал это Зимин очевидно в последний момент, ведь в субботу его отказ по закону уже никто бы не принял. Чуть позже глава региона решил объяснить свое решение и записал видеообращение. Я принял решение. Я ухожу. Я ухожу, чтобы не допустить раскола в Хакасии в моем родном доме. Я убежден, что никакие политические амбиции не должны вредить народу республики. Последнее время я работал под тяжелейшим давлением на республику и на меня были оброшены потоки критики. Я не жалуюсь, поймите меня верно. Я сильный человек, я политик и понимал, что это такое. Но я оказался в центре мощнейшей информации. информационной кампании целью которой была смена власти в Хакасии. Политологи считают, что информационная атака здесь ни при чем. У Зимина просто не было шансов одержать победу. Жители Хакасии не простили ему многочисленные проблемы, которые накопились в республике. Еще в ходе первого тура Зимин уступил кандидату от КПРФ 30-летнему Валентину Коновалову. Однако есть мнение, что даже несмотря на это Зимин не хотел отказываться от борьбы. Сделать это его попросили. Как сообщает издание РБК со ссылкой на неназванного федерального чиновника из Москвы Зимину настоятельно порекомендовали сняться, чтобы не было соблазна действовать цитата «как в Приморье». Эту версию подтверждает и политолог Александр Кыник. Я абсолютно убежден, что решение о снятии принималось не без давления, не без измежательства со стороны федерального центра. И в принципе это видно и по записям в соцсетях начальника штаба господина Зимина Никонова. Это видно и по тональности самого обращения Виктора Зимина, который он записал. Он прямо упоминает, что на него указалось довольно сильное давление, то есть он прямо никого ничего не обвиняет, но упоминает, что оно было. Да, то есть в этом смысле я думаю, что общий контекст и того, как велась агитация и содержание этих постов и обращения самого Зимина позволяет говорить о том, что настоящее решение принималось, конечно, в Москве. Решение Зимина прокомментировала и глава Цикла Памфилова. Она похвалила главу Хакасии за то, что он помог сэкономить деньги на проведении голосования. Добавлю, на данный момент повторные выборы в Хакасии назначены на 7 октября. За пост главы республики будут бороться Коновалов от КПРФ и представитель Справедливой России Андрей Филягин, который замыкал тройку лидеров в первом туре. А до этого времени занимать пост главы региона будет Виктор Зимин. Однако, второго тура выборов в Хакасии может и не быть. По данным издания Байкал-24, сегодня в аэропорту Абакана и в самой столице Хакасии начали спешно готовиться к рабочему визиту Владимира Путина. Визит намечен якобы на следующую неделю, ориентировочно в среду-четверг. Официального подтверждения этой информации нет, однако эксперты полагают, что в ближайшее время президент примет отставку Виктора Зимина с посты главы Хакасии и назначит временно исполняющего обязанности губернатора республики. Кандидатуру еще согласовывают в Москве. Вместе с тем ожидается, что от участия во втором туре откажутся лидер выборной гонки, кандидат от КПРФ Валентин Коновалов и занявший в субботу место Зимина Андрей Филягин. Политологи уверены, что таким образом Кремль пытается хоть как-то поддержать принцип назначения нужных глав регионов. А ровно неделю назад второй тур выборов прошел и в Приморском крае, хотя, наверное, сейчас Ажиэлла Памфилова думает, лучше бы не проходил. Ведь то, что случилось там, чуть не довело ее до слез и наверняка войдет в новейшую избирательную историю России. Напомним, в первом туре единоросс Андрей Тарасенко не набрал необходимые 50% голосов. Были назначены перевыборы, второй тур и вот тут началось. Хронологию событий составила Виктория Столярова. 16 сентября 2018 года выборы губернатора Приморского края. Второй тур. С самого начала подсчета голосов и до обработки 98,8% голосов лидирует кандидат от КПРФ Андрей Ищенко. Уссурийск. В день выборов вечером полицейские на несколько часов оцепили здание местной администрации якобы из-за поломки двери. В здание никого не впускали, однако из закрытого помещения исчезли представители территориальной избирательной комиссии. Владивосток избирательный участок в советском районе города. Сотрудники МЧС внезапно устроили учения с эвакуацией избирателей, членов комиссии и наблюдателей. Комната с системой газвыборы осталась неопечатанной. На следующий день около 7 утра система газвыборы зависает и на 3 часа трансляция Центра избиркома перестает показывать обновление ввода протоколов. Действующий губернатор Единорос Андрей Тарасенко стал лидировать. При этом число проголосовавших за его оппонента Ищенко не только не увеличилось, а даже снизилось. Коммунисты заявили о фальсификации. Этой ночью при подсчете 95,7% голосов я лидировался отрывом 51% за меня 46% за Андрея Тарасенко. Но буквально ночью под утро протоколы в городах Артем, Уссурийск, Владивосток и находка были сфальсифицированы. И сейчас результаты таковы, что мы с вами проигрываем. В понедельник глава Центра избиркома страны Элла Памфилова в эфире федеральному телеканалу исключила возможность фальсификации губернаторских выборов в Приморье. А аномальную явку в 100% на участках в Уссурийске она объяснила тем, что это судоходный город и там голосовали именно на судах. То, что выборы состоялись однозначно. Вот единственное обвинение в том, что в Уссурийске на нескольких участках там 100% явка и 100% голосование за одного из кандидатов, это вполне объяснимо. Там нет никаких злоупотреблений. Это очень маленькие участки. Это суда. Это голосование на судоходное голосование. Там коллективы 11 человек, 12, 14, не более 29 человек. Поэтому здесь никаких фальсификаций мы не обнаружили. Это заявление вызвало шквал негодования местных жителей, хотя бы потому, что Уссурийск находится в 50 километрах от побережья. После этого пресс-служба ЦИКа сообщила, что Элла Памфилова оговорилась, она имела в виду судовые участки находки. А спустя три дня после выборов та же Элла Памфилова рекомендовала край избиркому Приморья признать выборы недействительными. Она подтвердила масштабные фальсификации на выборах. При этом очень эмоционально, со слезами на глазах заявила, что избирательные комиссии якобы делали все, чтобы голосование проходило честно и открыто, но заинтересованные лица все испортили. По ее словам, вкидывать переписанные бюллетени помогали сотрудники МЧС, и отмена этих выборов это предупреждение для остальных регионов. И мы сейчас видим, что со стороны разных участников тоже идут определенные попытки отбавления с той или иной стороны поэтому будем беспощадно отменять выборы. Не дай бог, если такое случится в Хакасии, в Хабаровском крае или в Владимирской области, если, не дай бог, кто-то попытается спрятавшись за юбки трусливые, мерзавцы. С решением Центра избиркома не согласились оба кандидата. Правда, единоросс Андрей Тарасенко позже от своих слов отказался. Я считаю, что сегодня мне на третий тур не надо идти. Не надо чисто по-мужски и просто должен человек прийти, который рассказывает опять, кто мне говорит о том, что кто поддержит в этой части, что я пошел на выборы, потому что я так сильно хочу в крае что-то сделать. Да нет, ребята, я хочу работать. Если нету такого желания, я, знаете, работать могу где угодно в другом месте. Если это произойдет, то нужно отменять все выборы в стране за последние 26 лет с момента падения моей родины Советский Союз. Весь институт выборности власти демократический можно перечеркнуть и выкинуть в мусорку. Гэлла Панфилова, вы проиграли. На следующий день избирком Приморья отменил результаты выборов. Это решение поддержали 12 членов избирательной комиссии из 13. Третий тур выборов должен пройти через три месяца. До этого времени единоросс Андрей Тарасенко остается в Рио губернатора Приморья. А Ищенко от КПРФ будет оспаривать решение ЦИК Приморья в суде. Тем временем сотрудники Следственного комитета по Приморскому краю уже начали проверку по фактам нарушений. Их уже более 150. Виктория Столярова, Воскресные новости. Для понимания во всегда предсказуемых выборах то, что произошло за одну неделю удивляет многих. Прямо сейчас узнаем, что по этому поводу думают политологи. Первым на связи со студией Воскресных новостей Алексей Мазур. Алексей, добрый вечер. Сергей, пожалуйста, неужели это действительно новая политическая реальность? Да, Илья, мы, несомненно, находимся в новой политической реальности, которая наступила после того, как была объявлена пенсионная реформа. Это резко обрушило рейтинг «Единой России», и не только «Единой России», но и президента и правительства и привело к существенному протестному голосованию. То есть мы видим, что на губернаторских выборах, на которых была зачищена в общем-то оппозиция, то есть везде баллотировались губернаторы и отобранные ими кандидаты, потому что муниципальный фильтр могли предъявить только те, кому помогала власть. И вот губернаторы прорируют таким кандидатом. Это прямо свидетельство о том, что мы, да, находимся в новой реальности. Избираться с лейблом «Единой России» теперь становится трудно, либо, может быть, вообще невозможно. Спасибо большое, Алексей Мазур, на связи со студией «Воскресных новостей». Прямо сейчас узнаем мнение еще одного политолога, политехнолога Виктора Патуремского. Виктор, вот предшественник Алексей Мазур только что рассказывал, что невозможно или очень сложно теперь кандидатов от «Единой России» будет избираться и что это действительно новая политическая реальность. Согласны ли вы с ним? Да, Илья, это, безусловно, можно назвать новой политической реальностью. Давайте еще раз зафиксируем, что произошло. На губернаторских выборах, которые устроены по правилам, что случайные люди, случайные кандидаты туда попасть не могут, состоялись вторые туры. Значит, вторые туры состоялись в регионах, где наибольшее недовольство исполнительной властью. Значит, если говорить, ну, то есть, вот для социологов в последнее время, когда мы обсуждали деятельность власти и на региональном, и на федеральном уровне, всегда возникало некое расщепление. Одна оценка более высокая за внешнюю политику ситуации, за то, как Россия воспринимается на международном рынке, и более низкая оценка, более критическое настроение к тому, что происходит внутри страны и прежде всего в экономике. То, что сейчас произошло, фиксирует, что избиратели требуют большего внимания к решению собственных проблем, к тому, чтобы происходили позитивные изменения в социально-экономической ситуации в регионах. Спасибо большое. Виктор Патуремский был на связи с воскресными новостями. Обсуждали, что же такого произошло в политическом пространстве России буквально за неделю. И будем дальше наблюдать, что происходит. Прямо сейчас короткий анонс рекламы, а после мы продолжим. Не переключайтесь. Сразу после рекламы в крае новый губернатор, Александр Русс вступил в должность и новый горсовет. Депутаты получили удостоверение. Может быть 25, а может быть и 30. Красноярские переводчики требуют повысить тариф на проезд. Власть обещает подумать. В Красноярском же крае выборы губернатора прошли по сравнению с другими регионами более чем спокойно. Нарушений нет, обвинений нет. И на этой неделе Александр Викторович Ус официально вступил в должность губернатора Красноярского края. Церемония прошла в Большом концертном зале Крайовой филармонии. В присутствии тысячи гостей глава региона произнес клят. Клянусь защищать интересы жителей Красноярского края. Честно и добросовестно исполнять возложенные на меня обязанности приложить все свои силы и знания на благо Красноярского края. Нужно ли говорить о том, что ждал этого момента Александр Рус больше 15 лет? В 2002 году в этом же зале клятву произнесил Александр Хлопонин, который победил на выборах тогда. И вот они превратности судьбы. Добавлю, сразу после инаугурации Александр Рус отправил правительство региона в отставку. Процедуры это формальные. В течение месяца новый губернатор должен внести в законодательное собрание фамилии нового представителя правительства и руководителя администрации губернатора. Уже после должно быть сформировано новое правительство региона. По оценкам экспертов и по структуре и по составу его ожидает обновление. На этом деле был окончательно сформированный новый состав Красноярского городского совета. А накануне стало понятно, кто новый гурсовет вероятнее всего возглавит. Это один из лидеров партийного списка «Единой России» Наталья Филюрина. Политик с большим опытным умением договариваться и долгой работой с нынешним губернатором края Александром Мусом. Накануне Наталью Вячеславовну официально поддержали на конференции «Единой России». А на первой сессии нового созыва это решение должны подтвердить и новые депутаты. Известно, что кандидатуру Фирюлиной поддерживают и представители других партий. Более опытного политика в гурсовете судя по всему нет. Кстати, именно Фирюлина будет вести первую сессию гурсовета как самый взрослый член городского парламента, так сказано в уставе, для понимания средний возраст новых депутатов 44 года. Самый молодой представитель ЛДПР Семен Синдерский, ему 29 лет. По полу конституционное большинство у мужчин их 26 человек, женщин 9. Главный вопрос, который пока остается, кто станет заместителем председателя гурсовета и будет ли на эту должность претендовать представители ЛДПР? Какие комиссии создадут и как распределят портфель, и точнее, сколько получат представители иных, кроме Единой России и партии? Напомню, что у Единой России нет большинства в городском парламенте, сейчас не занимает 17 кресел, 11 у ЛДПР, 4 у коммунистов, 2 справедливого Роса и 1 представитель партии Зеленая. Более того, существенно изменился и качественный состав, в горсовете больше нет напрямую строительного лобби, зато есть представители от разных финансово-промышленных групп. Один человек от Русала, один от Норильского Никеля и два представителя Сибирской генерирующей компании. А вот как политологи оценивают работоспособность нового созыва городского совета. Здесь несколько другой, так сказать, принцип формирования кадровый произошел, они будут решать вопросы по-другому. Не как это было там с патриотами России. Поэтому, значит, скандалов публичных будет меньше, но проблем для городской власти будет не меньше, потому что придется договариваться, опять начнутся торги. Когда прививку ставишь, то тоже поднимается температура. Так и здесь. Смотрите, значит, вот какой-то период будет вот эта вот притирка, какая-то попытка рассидки как бы по местам, должностям. Это займет, наверное, там некоторое время, но все-таки потом работа будет стабильным, я надеюсь, чем в прошлом городском совете. Стабильность нового городсовета будет видна на первой сессии. Она состоится до середины октября, а тем временем бывший мэр Красноярска Эдхам Акбулатов на этой неделе тоже обзавелся работу. Он возглавил Сибирский госуниверситет, в народе больше известный как аэрокосмический. Как сообщают наши источники, летом этого года Акбулатов встречался с министром науки и высшего образования России Красноярца Михаилом Кутюковым. Говорят, встреча проходила на юге края во время отпуска федерального министра. И речь шла о возможности назначения Акбулатова на должность ректора. Мнения были разные, в том числе были и те, кто выступал против такого назначения Акбулатова. Но учитывая, что период безработицы для бывшего главы города затянулся почти на год, решение все же было принято. О возможности стать ректором новости ТВК сообщали еще осенью прошлого года. Но тогда сам Акбулатов считал, что эту карьерную перспективу ему придумали журналисты ТВК. В предложении занять должность ректора в опорном музее это реальность? Я думаю, что эта реальность существует в сознании ТВК. Накануне в городе снова прошел митинг против повышения пенсионного возраста. На этот раз его организовали краевые профсоюзы. Протестующие собирались на площади в сквере космонавтов. Власти вновь не согласовали митинг в центре города, а лишь на окраине. Там по разным отчетам собрались от 300 до 700 человек. Участники приняли резолюцию, в которой потребовали отменить изменения в пенсионное законодательство и отправить в отставку авторов реформы. По информации организаторов, краевые профсоюзы собрали подписи более 60 тысяч жителей региона, которые не согласны позже уходить на пенсию. К слову, второе чтение закона, согласно которому мужчины теперь будут обязаны работать до 65, а женщины до 60, пройдет понедельник. И хотя это уже смягченный вариант, принимать его красноярцы все равно отказываются. Я считаю, что это нереальная экономическая основа, потому что есть много других бухей. Добыть деньги и, как говорят правительства, заткнуть эту дыру. То есть это афера обычно. Нужно собираться, нужно протестовать, пикеты организовывать, всячески добиваться от мина этого грабительского закона. Добавлю, что митинги прошли во многих городах страны, в том числе и в столице. На проспекте Академика Сахарова по официальным данным собрались около трех тысяч человек, однако информагентство сообщает о десяти тысячах митингующих. После рекламы паркуйтесь на миро, где хотите, только карманы за бюджетные деньги мы убрали год назад. Почему городские власти принимают противоположное решение по главному городскому проспекту? А также женский взгляд Юлии Сорокиной сегодня она предложит с десяток сценариев для любого американского режиссера из событий одной недели. Это воскресные новости. Мы продолжаем поднять цены на проезд в маршрутках. С такой просьбой перевозчики обратились на этой неделе в Министерство транспорта края. При этом аппетиты у всех разные. Одни просят тариф увеличить до 25 рублей, другие до 30. Аргумент все тот же, что и всегда. При той стоимости, которая сейчас есть, возить людей невыгодно. Минтрансе отметили, что документы от перевозчиков действительно получили и сейчас будут их изучать. Министерство, получив довольно-таки такую большую кипу документов, рассматривает и в конце октября мы уже скажем, действительно ли есть основания или нет повышать уровень оплаты проезда. Каждый в сферу своей испорченности хочет тот или иной тариф. Пока сложно об этом сказать. Примечательно, что еще несколько месяцев назад в мэрии заявляли, что роста цен удастся избежать, если проводить транспортную реформу и тогда с улиц города убрали 10 маршрутов, несмотря на протесты людей. Теперь о повышении, кстати, после выборов заговорили вновь. И наши источники сообщают о вероятном повышении тарифа на проезд до 25 рублей с нового года. Добавлю, последний раз стоимость проезда повышали в 2015. Запретить нельзя парковаться. А где запятая, не может определиться даже мэрия. На этой неделе глава города рассказал, на мира возможно вновь разрешат останавливаться автомобилем. И это после того, как два года назад там убрали все карманы для машин, чтобы сделать проспект чуть ли не пешеходным. Причем делали это за бюджетные деньги. Почему мэрия ходит по кругу в вопросе с парковками на одном проспекте, выясняла Алена Крашенинникова. Мы предлагаем отказаться от всех карманов совершенно. А будет ли альтернатива? Значит, альтернатива либо использовать другие парковочные места. То есть, или автобус, или ничего? Да. Чуть больше года назад чиновники объявили на проспекте мира уберут парковочные карманы. Кафе, магазины, клиники и другие заведения рисковали остаться без клиентов. Бизнес тогда готовился к серьезным последствиям такого решения муниципалитета. И красноярцы тоже. Это очень далеко. Стоять и пешком идти. Ситуация такая, что мы будем просто бороться за выживаемость. Так, чтобы наши выручки остались на тех уровнях, которые были хотя бы до этого. Карманы зашили, на мира выставили знаки, парковка запрещена. Водители куда бедно начали адаптироваться к последствиям такого решения. Но потом начался ремонт, а вместе с ним и знаковая чехарда. Их то убирали, то устанавливали, то снова убирали, то снова устанавливали. В итоге водители окончательно запутались. Как считаете, можно здесь парковаться или нет? Я думаю, что нет. Это не знаю даже, честно говоря. Не запрещено, значит разрешено. Запрещено? Знаки же висят. А где? Ну там вроде дальше. А что убрали? Ну вроде висел раньше. И на этой неделе в мэрии задумались, а может и правда вернуть парковочные места? Причем о зашитых карманах там не жалеют, как о деньгах, потраченных на эти цели. Но раз карманов нет, не делать же их заново. Под парковку можно просто отдать правую полосу. Убрали парковочные карманы. Конечно, правильно. С другой стороны, улица Мира и не должна быть транзитной. Но какая прогулка людей, если там 4 полосы движения и без конца снует туда-сюда транспорт? Тоже не очень комфортно. Поэтому, казалось бы, и большое количество транспорта на этой улице быть не должно. Мы собирались вот таким сообществом и архитектурным, и предпринимательским, и ГИВДД участвовало в нашем разговоре. Мы обсуждали возможные компромиссные варианты. Не на всем протяжении возможно будет останавливаться, а на определенных участках. Но пока это не точно, и гарантий, что парковки на Мира появятся, еще нет. Но водители и бизнес уже ликуют. Это очень замечательно. Почему? Почему? Ну, а куда вот больше вот встать? Вот, например, как бы, кофе взять или что? Я сам бы горячо выступал за эту инициативу превратить улицу Мира в более удобную для автомобилистов. Почему? Потому что власти, сделав шаг навстречу пешеходам и убрав карманы, расширившие тротуары, они решили задачу для пешеходов. Но пешеходов не стало, потому что они убили бизнес в центре города тем, что не стало мест для парковки. Но эксперты уверены, радость – это преждевременная. Во-первых, деньги за уборку карманов, знаков и разметки уже не вернешь. Во-вторых, если занять полосу, для проезда остается только одна. А значит, больше заторов и выше аварийность. Об этом, к слову, мэрию пытались предупредить ГИБДД, но их советы носят для властей чисто рекомендательный характер. Это полномочия и компетенция владельца уличной дорожной сети в соответствии с администрацией города Красноярска. На сегодняшний день госавтоинспекция не участвует в этой деятельности. Еще одна проблема парковки нужно привести к ГОСТам. А если это делать по всем правилам, то парковочных мест будет намного меньше. На самом деле это все обмануло со стороны администрации, потому что для того, чтобы осуществить создание парковочных мест на крайней правой полосе, надо привести их в норматив. Норматив 50 метров до перекрестка, 15 метров с одной стороны и с другой стороны с выездов со дворов, 50 метров после перекрестка запрещена будет парковка. По нормативу все эти парковочные места будут на сегодняшний момент, в отличие от сегодняшнего момента, сокращены в 50%. Впоследствии они еще и станут платными. А с платными парковками у Красноярска опыт печальный. Проект прогорел, потому что люди просто не платили за них. И мэрия это делать позволяла. То нет конвертов, то некому отправить штраф. В такой ситуации эксперты предполагают, мира просто хаотично запаркуют. Однако окончательное решение, быть или не быть, парковка на мира еще не принято. Алена Крешининникова, Александр Тропин, Виталий Суботин. Воскресные новости. Еще одно дорожное новшество, которое на этой неделе уже успело стать проблемой, выделенные полосы для автобусов. До конца сентября они появятся сразу на 17 улицах Красноярска. Сейчас же уже увидеть их можно, например, на Николаевском мосту, который в народе больше известен как 4-й, и по которому пока ходит только один автобус. Полосы появились и на Октябрьском, и на Коммунальном мостах. Причем там из-за новой разметки водителям пришлось стоять в пробках. Заторы на переправах были не только в часы пика, а в целом в течение рабочего дня. Так называемые выделенки появились и на улицах города, например, на улице Калинина, хотя там ходят два автобуса и большой поток машин, которым теперь приходится тесниться. В мэрии же советуют к изменениям привыкать, ведь это, цитата, тренд урбанистики. Конец цитаты. А прямо сейчас женский взгляд Юлии Сорокиной. Она докажет, что события одной недели в России достаточно для фильма, ну хотя бы гаоричек. Это может быть хоть боевик, хоть триллер, ну а если очень постараться для сюрреалистической драмы, тоже вполне хватит реальных событий. Смотрим. Добрый вечер. Все происходит будто бы во сне. Чистый сюрреализм совмещения сна и реальности, как в хорошем кино, как у Тарантино или у Гаоричи. Кстати, почему бы Гаоричи не снять фильм про нашу действительность? Ведь ничего придумывать уже не надо, сценарий готов. Скрипали, яд новичок, мальчики, ГРУшники в Салсберецком соборе, странноватый, хамоватый генерал Росгвардии со своей хорошей, сочной, отбивной, яхты, Настя Рыбка, олигархи, выборы Трампа, наши хакеры и Трамп вроде уже не наш, кокаин в посольстве Аргентины. Короче, добротный такой триллер Тарантино можно снимать в главной роли. И это я еще собрала все в кучу, а у нас кино в стиле сюрреализма можно снимать по каждой конкретной неделе. Например, по этой выборы губернатора Приморья после обработки 97% бюллетеней лидирует коммунист и еще и с запасом. Но после обработки 99% бюллетеней коммунист проигрывает кандидату от партии власти и тоже с запасом. Ну что это, как несовмещение сна и реальности. Вот оно че. Коммунист объявляет голодовку, но тут же ее прекращает, как во сне. Гедан Дизюганов жалуется в ЦИК и ЦИК долго, мучительно, долго думает, но рекомендует признать выборы губернатора Приморья недействительными. А Элла Павилова плачет, плачет, чистый сюрреализм. Мало того, кандидат от партии власти заявляет, что не будет участвовать в новых выборах. Уверена, что власть готовит нам сюрприз нового кандидата и новый сценарий для нового крутого фильма. Уверена, это тоже будет триллер, достойный Тарантино. Это будет бомба! Или вот еще по итогам минувшей недели очередное кино. На этот раз военная драма. Наш самолет в Сирии. Снова самолет, снова погибшие. Сбили наши друзья-сирийцы из нашего же ракетного комплекса, но мы говорим, что во всем виноват Израиль. И нужны адекватные ответные действия. В нашей боевой Госдуме даже предложили нанести удар по Израилю. Но это уже будет фильм-катастрофа. И тут кого угодно можно снимать в главной роли, все подойдут. И чтобы уж окончательно сойти с ума, по итогам минувшей недели можно снять комикс. В главной роли Джефф Монсон, американский боец каких-то там единоборств. Он в мае получил гражданство России, указ понятно подписал президент, а в сентябре Монсон стал депутатом Гордумы подмосковного Красногорска по спискам от, угадайте, правильной единой России. И вот теперь не прошло и двух недель после избрания. Депутат Джефф Монсон в интервью The Times заявил, что президент Путин неприлично богат, что не соответствует зарплате главы государства. Послушайте, не надо быть Эйнштейном, чтобы додуматься, что Россия это олигархия. Думаю, Путин получил свое богатство благодаря своим связям с олигархами, сказал Монсон. Вот вам и комикс. Хотя не уверенная в жанре, может быть, это все-таки психологическая драма. Но в любом случае, посмотрите, всего лишь одна неделя жизни в России и уже вам готовы сценарии для триллера, военной драмы, фильма, катастрофы и комикса. И это только поверхностный разбор. Ну, не знаю, как ваш мозг, а мой уже не выдерживает такого объема, откровенно говоря, сумасшествия. Поэтому, дорогие сценаристы, нельзя ли ваши сценарии хотя бы растянуть по времени, но чтобы вот не все так концентрирован и сразу. Отдохнуть ведь хочется. На этом всегда ваша Юлия Сорокина. Удачи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова